Привет зрителям! Хочу сказать тебе, что сей мутбанк ни завтрак, ни обед, потому что из готовой еды у меня был только салат, я его немножко обновила. Подробности скажу позже. И творог к чаю. У меня нет ни супа, ни этого. В общем, это между обедом и завтраком. По времени-то уже обед. Такой поздний обед. Так вот, хочу сказать тебе. У каждого есть своя религия. Ну, не у каждого, но у многих есть в мире дохрена религий. В большинстве религий считается, что верующий раб Бога, да? Ну, или как-то так. Ну, Бог наверху, а потом человек. Так вот. Причащается раба Божья, Лёля. Как бы достать-то и лапа при этом возможно грожит. Перед едой, 12 октября начиная, я пью мед, вода, сок, ягод санбери по одной столовой ложке утром перед едой. Ну, у меня утро, потому что я недавно проснулась. А я ее уберу в холодильник. Санбери – это солнечная ягода, она же черника форта. Так вот, что у меня тут стояло. Я думаю, почему у меня это свободное. Ну, так как ты в курсе, что мед сладкий, даже несмотря на то, что там санбери, надо это водой запить не надо. Салат. Капуста, щавель, морковка, масло маковое, редиска, орехи кедровые, петрушка. Я вспомнила, что забыла положить лук порой. Ну, у меня тут красный лук. Потом редкий случай, да, в собственном желании, в салат, вообще в еду, которая сырая, ну, не вареная. В ладу свежий такой, вот лук репчатый. Я добавила помидорку, несколько штук, и трожный сыр козий, который типа адыгейский. А еще клюква, ну и соль. А, еще чесночок. Наверное, надо было хлеба бы взять, потому что у меня еще кусочек чесночка, который надо бы сожрать. Я хочу сказать, попросить прощения у тех, кого сегодня, возможно, в телеге, ну, или вообще, кого сегодня удивила моя бургуртища реакция в телеге относительно комментариев к ролику, кусок пищевой пленки попался вместе с творожным сыром, ну, как-то я слепая же, к ролику последнего затеста Greenway. Я понимаю, что я совершенно не права, потому что, как бы, я пытаюсь бороться, работать над собой. И когда я уставшая, сонная, куда я уставшая, не выспавшаяся, хочу есть, хочу на воздух, и от этого раздраженная, мне нельзя читать комментарии. Или читать, ну, читать что-то, где не факт, что будет все такое ажурно-пушистое, и это ажурно-пушистое, но вообще нельзя читать, что, нельзя что-либо читать, что может вызвать по умолчанию во мне какую-то реакцию. Потому что, когда я в нормальном состоянии, веселая такая, обычная такая, обычная Лёля, отдохнувшая, меня не волнует чувство голода, меня не напрягает чувство хотения на воздух, выспавшаяся. Мне, по большей части, пофиг. Ну, вообще, пофиг, что там пишут. Когда я не выспалась, допустим, а я не выспалась, из утра я чувствовала себя уставшей, из-за того, что очень поздно легла, мне кожа на лице жутко сухая, я намазалась тоником и залой от Самопавиум, а потом сывороткой, которая Гаренрих, Гаренье. Ну, тогда мне что-то из Москвы пришло. Кожа более-менее ещё себя нормально ощущает, но вот минут 5 назад, когда я вот только-только ещё помазалась, у меня ещё вот здесь вот ощущался дискомфорт этой сухой кожи. И тут, когда даже органин говорит, я устал, не надо ничего смотреть, не тыкайся в телефон, посмотри, почитаешь почту потом, не надо субаться, потому что даже самый нейтральный комментарий может вызвать у меня бугурт. Этот бугурт перетечёт в аудиосообщение, в челеге. Человек с ранимой психикой увидит, какая Лёля бывает ещё, и решит, что а, вот эта Лёля, она на самом деле такая. Подумает, что... Ну, есть люди, которые думают, что если добрый человек, он всегда добрый. Даже когда уставший добрый. А если добрый человек внезапно бугуртит, значит, на самом деле он злой человек и притворялся. С одной стороны, на таких людей глубоко фокус, потому что они сами притворяются. С другой стороны, люди, которые... Спасибо, Аня. Приняли мой бугурт как часть меня и не стали его пить, а, ты такая плохая. Таких людей надо ценить. Таких люди хорошие. А у таких людей большинство чеснок. Кошка. Что за любовь лазать по столу? У тебя там есть своя еда. Я просто вчера, когда выдра была, а когда обедаем, мне в супы дают кусочек чеснока. Я с хлебом, с супом хомячу. Я еду домой, думаю. А что же я думала-то не делаю так вот, чтобы кусочек чеснока с супом хомячить? Это же вкусно. Своей-то подумала, что если кусочек чеснока останется, то можно с салатом хомячить. Можешь не саловаться после этого. А даже если и можно зубы почистить. И чёрт. Короче. Я после того, как побугустила, поняла, что поступило неправильно. Что надо всё-таки больше работать над собой. И когда я понимаю, что я могу среагировать не так, как надо, лучше ничего не делать. Чтоб не реагировать. Потому что после того, как меня попустят, мне так неудобно пред тобой, зрители, вообще. Мне так неудобно, что я позволила себе какой-то такой бурт. Да ещё вместе где-то любой пришёл, чей может прочитать и увидеть. Видят, а то и израиль. Что мне хочется это всё самовыпилить. А как это самовыпилить? Ну что, уже услышали? Ну, я к тому, что я не хочу, чтобы негативная энергия шла масса. Потому что у людей и так много всякого говна по жизни. Точнее, по жизни и так встречается приличное количество говна. А если изначально добрый человек начинает вдруг испускать потоки говна негативной энергии, то это бы и неплохо. Потому что потом этот человек понимает, что она негативная такая шеснок, шеснок с ней. И даже если у тебя хорошее настроение, то негативная реакция, энергия, она как бы вплощит впечатления. Объяснять я по большей части не умею. Если ты, значит, что-нибудь понял из того, что объясняют. Вау, круто! Это тот взяткий случай, когда я смогла правильно объяснить. Поэтому я прошу прощения у тех, кто сегодня стал свидетелем моего гугурта, результатом того, что я не выспалась, напомню безобидный комментарий. пожру, смонтирую, пойду магнитно-белизной, чтобы помыть ванну. Как раз она после пары помывов головы с травой обрела некий оттенок интересный. Почему-то ванная окрашивается после того, как голову с отваром трав помоешь. быстрее, чем от того, что после того, как постирал какую-нибудь шмотку, которая внезапно красится. Я постирала этот костюмчик. Видимо, надо было на 30 градусов стирать, там что-то ничего написано было. А на вайберс в этикетку тыркаться мне что-то рельги заплетело. У меня ноги уж вот настолько усохли у них. Ну, что они, короче. Может, они такие короткие были, просто я не заметила. Я, кстати, помню, что я собираюсь, потому что, наверное, зритель какой-нибудь ждет этот обзор шмотья, фаворит осени. Хоть у меня примерно плюс-минус пара шмоток, которые, ну, несколько шмоток определенных, в которых я как улетала, так и хожу. Я, кажется, их делаю. Хочется сказать, на следующей неделе, но эта неделя еще в середине, вроде сегодня четверг. Холодно. попросить. Какой в плане работа над собой? Точнее, даже в плане бугурта. Вчера я спала мало, пять часов. У меня сил было только до выдра и обратно. Мне позвонил близкий родственник и попросил перед выждами на десять минут заехать до сада и помочь куще. Я по умолчанию погугуртила. Ну, я согласилась, но всю дорогу ехала и погугуртила. И пока делали погугуртила. Потом мне сказали, что я больше погугуртю, чем по времени делала. А я сама уже понимаю, что я по умолчанию погугуртю в такие состояния. и объяснила ситуацию. Ну, почему я как бы не выспалась, и сил у меня хватало исключительно чисто на выдра и обратно. Я вчера пришла к выгоду, что одна из пельмянин была права. Дорога до выдра от самого поворота на замой деревне отдельная километр-два. То есть я чуть больше, чем одиннадцать километров езжу. А тут я еще ехала в обход. Получилось так, что я доехала от сада до выдра за тридцать восемь минут. Ну, машин практически не было. Эту раздолбанную дорогу, которая была до этого менее раздолбанная, я преодолела вообще за шесть минут. Рисот того, что дожди были, и дорога как-то прикатана была. Хоть и кочки, но я ехала и засекла время за шесть минут. А в сумме тридцать восемь. А обратно, я как-то подольше ехала. Ну, с учетом, что я не от сада, выдаст до сада, наверное, покороче дорога, чем от твиттера. Вход до цветочного. А вот я в гудке, когда ожидания не соответствуют реальности. Я выложила этот ролик, думая, что люди просто посмотрят, скажут спасибо за то. что выложили в сообществе, написать, что не знаю, как вы, просто я не люблю этот формат, когда там все убираются, вот это все наблюдать. Но пока я монтировала, было пару моментов, может, я просто еще уставшая была на тот момент. Ну, считайте, до этого пять часов только спала. А тут уже про себя лютро, я только-только доделаю. короче, я пока монтировала этот ролик, было три раза, наверное, когда я сижу, я понимаю, что у меня мимо ушей проходит этот момент. Мне надо было просто последний раз промотать вот эти все кусочки. Я монтировала частями, а потом их склеивала и в самом начале вырезала моменты и пропустил по незнанию. я чужую поймала еще минут 20 прошло, а у меня как-то будто я сплю. То ли потому, что я устала. То ли потому, что я устала, я там формат такого видео я не люблю. То ли еще что-то, я еще подумала, я засыпаю, люди, наверное, словят какие-нибудь мурашки, АСМР и тоже уснули. Ну, я взяла что-нибудь такое, типа, спасибо, Люля, заобзутся. С другой стороны, просто спасибо за обзор, а как бы скучно, да? Можно быть какая-то реакция. Гу-гуд, негодуя, радость, еще что-то эмоции. И вот сейчас слегка пожрав, посидев, просидев флешку на камере, а что-то еще сделав, я понимаю, ну, как бы, ну, то у меня все было неправо, и что это хорошо вся эта реакция. Будь она и не сочетается с тем, что я знала, но просто не стоит с удреца, не выспавшись, с больными глазами, запухшими от недосыпа веками, сухой кожей на лице, так что шершавая, прям больно, в первую очередь открывать телефон, почту, брать себя на телефон, открывать почту читать каменты. Это никуда не убежит. А потому, простите, пожалуйста, тем, кого ранило то, что я бугуртила на ваши положительные каменты. Не то, чтобы я скажу, что я больше так не буду, потому что я не уверена, что подобное не повторится, но я постараюсь поработать над собой и минимализировать подобные ситуации. Таких людей, которые понимают, что бугуртыши, а я сейчас побугуртую, а потом прекращу, у нас, кажется, довольно мало в моем окружении. Ну, либо остались те, кто понимает, что если их рано разбудить, приперевшись с утра в гости без предложения, они точно так же, скорее всего, поведут себя. Есть у меня подруга, которая иногда к ней приходит раньше времени или без предупреждения. Особенно если раньше времени я что-нибудь успела сделать или не ждала ее вот именно сейчас, а ждала через два часа. Я бугуртю. Я бугуртю минут пять. Я говорю, что вот пришла раньше. Мне предбудило, что придешь раньше. Я не рассчитывала, что ты раньше придешь, поэтому я тут что-то делала. У меня тут на столе черт ногу сломит, потому что я не ожидала, что ты придешь пораньше, а я, соответственно, не поставила чайник и не поставила пожрать. И все в таком духе. И по-другу улыбаются. Потому что знаешь, что меня попустит, а я выплесну весь пар, и все будет нормально. поэтому я очень рада, что есть такие зрители, которые понимают, что я сейчас по бугуртю. И может быть, они что-то сделали не так, что меня это задело. но задело это у меня побольше чайки, бля, но я забыла где вода. Я ж туда еще горький перец положила. Я сейчас буду дракончиком. У меня тут есть перец, где он вообще? Спрятался как ползушить. А другой опять красный. Сначала он был зеленый, сейчас уже малиновый какой-то. Я его так немножко поломала, и он типа горький, но по-моему он просто острый. Когда я салла марину, он стал острым, а когда он был красным, он был горьким. Видимо, мне сейчас попалось вот это вот, где-то 2 мм на 3 мм кусочек. Жуть люди вообще. Я говорила, что в этом салате морковь еще была. она такая острая, что я забыла, что я вообще говорила. Так вот, мне очень приятно, что есть такие зрители, которые понимают, что я могу быть еще и... что я могу еще и горький. Я посмотрела, кстати, ту пасту, она с свободностью не 12 месяцев, я думаю, полкило. Я не осилию, учитывая, что там описание, что она какая-то суперэкономичная. я уже закажу 50 мл чисто на пробу. Я еще на Азун не смотрела, на Азун, в смысле, я видела, что там есть, но я не смотрела. Ну, в смысле, это фирма есть, но сама паста не смотрела, есть или нет. Ну что, там делать заказ на 3 тысячи, тогда бесплатная заставка, но у меня, в принципе, особо много ничего не надо, в смысле, вообще ничего такого не надо. Я вчера вечером, вообще ночью, мыла голову самопальным жидким мылом на основе специальной жидкой на основе специальной жидкой основы от выдумщиков мыльной до шампуней и гелей. Не было. У меня наконец-то получилась та консистенция. Как пишут, что некоторые компоненты разжижают основу, так вот эфирное масло лимона очень сильно разжижает основу. Как бы вода разжижает, я вообще никак не могу найти ту самую консистенцию, чтобы один к одному делать, но всё равно очень жидко выходит. У меня была такая маленькая фигня, чуть бы больше ботёночка, чаша цветочка от арома-лампы, где была вода, чуть бы вода, лимонное, эфирное масло лимона. Я туда так очень счастлив, от души покапала этого эфирного масла лимона. Можно быть одну чайной ложки, если не половину. Тогда налила флакончик на 300 миллилитров этого мыла, мыльной основы, давай вот это у меня, очень жидко выходит. Два раза уже доливала этой мыльной основы, вот это потом вышел именно тот нужный гелеобразный гель, густой. Я голову значит 4 капли выдавила, но поняла, что хватило бы двух капель. Не помыла её, но она как бы сейчас не пышная, но по крайней мере она не прирезанная и не грязная, как после гринвейского шампуня. Я решила больше не мыть голову, просто руки уже использовать как мыло для рук. Уж прости меня, гринвейский шампунь, твёрдый. Потому что волосы настолько уже потеряли силу от него, вот каждый день его и морожь, а не утром ещё вроде ничего так, но сначала пустые, вечеру хреново, а на следующий утро будто их недели не были. А тут вообще без объёма совершенно, ну может на видео видно было, что они вообще-то, ну, не то не всё. Сохнут ещё дольше стали, даже если спела сушить. Я подумала, что, наверное, это, ну, как волосы у Сталина сменить шампунь, но он изначально был какой-то не то не всё. А ещё на кроняк у меня специально шампуня не было взяла. Первый дрованавер я уж не стала мыть волосы. Я помыла этим самопальным жутким мылом, потому что, по сути, по консистенции это как бы я делала как универсальное средство, как шампунь изначально, просто там дозатор дубный. Она ещё я помыла. Кстати, я сейчас жру третий день по три капсулы перед едой где-то за час-полтора, за два. Но, так как у меня первый день очень странная реакция организа была, то во второй день всё равно, так как я выгодить ездила, то я его съела, там можно разделить приём на два раза, допустим, мы там и днём. Ну и не очень поздно вечером. Ну, в смысле вечером, ну, часов пять, а то. Я после вызов и повестки на воде из Айзун вчера три штучки выпила с большим количеством воды на стакан от одного до двух стаканов воды выпивать. Ничего не ночью вот выпила. Ну, в смысле, утром где-то в одиннадцать. Спирурлина и хлорелла. 90 капсул на 30 дней как раз на курс. кстати, Аня задавала вопрос по поводу моего моих трат на вайберис. Ну, как бы, отдельно я откладываю какую-то определенную сумму или без разбора. Как бы, Айзунный вайберис я воспринимаю как аналог магазинов. Допустим, персоль я тут заказывала, потому что местных магазинов нету. На зон. 41 рубль 50 копеек. А, 41.25 или выше. Ну, там, как ты платишь картой, оно дешевле выходит. 4 пакетика 165 рублей, короче. Есть какие-то вещи, которые вот, ну, у нас в некоторых магазинах не найдешь, или надо ехать, допустим, в Ашан, там, еще куда-то. Смотреть, выбирать. У меня удобнее просто купить на зон, доехать на вайберис. И забрать. Я не на вайберис. Так же. Есть какие-то вещи, которые тупо дешевле в этих магазинах, чем в Афанах. В этом плане я как бы специально ничего такое не планирую, что вот, только вот эту сумму подать их на хрен знает что на вайберис. Я покупаю исключительно то, что мне надо, ну, или то, что мне хочется. Вот я в прошлый месяц потратила кучу денег на чай, в том числе на три видеомати, которые на картинке и фотоотзыве одно, а на деле как земля давно. И тут увидела за 166 рублей в отзывах нормальный цвет, ну, как бы он не ипотовская матья, не та, которая мне Никитон, допустим, прислал изумрудного, да. Но она более зеленая, чем все то, что до этого мне попадалось, и крайне редко такая зеленая попадается. И она так вкусно и с молоком вкусно. Тити-чай. Я не монтировала еще этот ролик уйти и сняла первый такой обзор. Существует на чай матья Япония первая категория 100 грамм. Он был 166 рублей. Когда он пришел мне, мне он так понравился, думаю, блин, я еще тогда покупала пакетик, думаю, куплю два, а вдруг опять фотоотзыв какой-нибудь был, с отпышкой был. Опять он все другой. Копил один, а мне он очень понравился. Я смотрю, она все еще по 166 рублей была. Опять перчик. Надо его как-то измельчать помельче. И я купила еще три пакетика в этот раз. Хотела сначала 4, смотрю, выходит это 4 на 166 600 с лишним рублей. Жава лучше. Я купила в итоге три пакетика в сумме 300 грамм получается, на 498 рублей. И вчера смотрю, он уже стал по 317 рублей. Но я уже купила, сейчас как бы мальчу я постараюсь покупать. После того, как в прошлом году купила всякую разную. И 50 грамм там за бешеные какие-то деньги, и 100 грамм за какую-то дешевку вообще, и 200 грамм, чуть ли не по рублю грамм, 200 рублей 200 грамм. она по большей части, ну, во-первых, ту, которую изумрудную не купишь в рашке, а во-вторых, ну, более-менее, чтобы можно было пить, крайне редко так вот попадается. Вот так я тогда питью. Я решила покупать самую дешевую мальчу. Редко, но у меня как бы не попадалось пока, чтобы 100 грамм за грамм, 100 грамм, 100 рублей, да? Ну, допустим, не дороже 170. Одно время я покупала 220 рублей, 220, ну, не дороже 250 рублей за 100 грамм. Ну, если я вижу дешевле, то я стараюсь покупать вот 150, 157, 166, где-то так вот, вот как эту. Я покупаю то, что мне как бы надо. Или то, что я давно хочу, и сейчас у меня есть финансовая возможность это купить, потому что я там где-то сэкономила, у меня что-то осталось. Я заказала на Алиэкспресс дополнительную чашу на 900 миллилитров для своего блендера Беломикс. Мужчина дня делала сиди ровно, зритель, если ты дофига бюджетный бюджет. Вот в этом контейнере она, видно? Из-под цветы я не покупала сыр, или может покупала, фиг знает. Ну, короче, не помню, откуда у меня эта палочка. У меня здесь лурбеч из бразильского ореха. Я неделю, что-то две назад, ну, короче, с прошлой пенсии себе позволила, давно хотела так купить килограмм бразильского ореха, если бы меня имеется, не было. 1065, что ли? Я не помню. Ну, как-то так, тысяча с чем-то за килограмм бразильского ореха. Я предложила отдельную баночку, у меня просто бразильский рейд заканчивался, она еще осталась. Я думаю, блин, сделает что-то, интересно, делать ли урбич в бразильском орехе. Ну, посмотрела, смотрела, смотрела, урбич продается 800 чем-то рублей, стоит маленькая балачка. Я думаю, да мне дешевле купить орехов и сделать самой. Думаю, моя купленная. Я 370 грамм потом в купе залью альцет, ну, так я и делала. Телегу, по-моему, кидала подушки. Я как раз сегодня утром бомбила в аудиосомощениях с своим офигением недовольцом. Ну, мои офигения, но обычно выражаются в такое бомбление, и со стороны это выглядит как неэдекватная реакция, может, для кого-то. Так вот, я сделала себе орбит из бразильского ореха. Я сделала, поняла, что мне хочется еще что-то сделать, но у меня эта чаша, как бы я ее вымыла, она стоит, сохнет. И у меня маленькая только для специй. А в ней перемолоты, шиповник, там еще что-то вот там, сбор вот этот обычный, который я делала, там шиповник, рябина, черная рябина, красная, боярышник, барбарис. Я ее, когда что-то эксперимент о ряде переломала, и в термосе можно загреть, а можно сварить, процедить и пить. Но в термосе, в принципе, удобнее, единственное, что оно засмекает, достаточно очень удобно. Вытерять я тут. чайники не вариант, это не совсем тот, она как-то долго очень достаивает, уж лучше забраться. И оно не то, оно не подойдет, оно всего на 500 мл. Я думаю, блин, надо глянуть, сколько оно стоит на озон и вайберис. Единственное, сейчас на речи у того производителя, у продавца, опять перчик попался. Помидорка. будь другом. Закусись. Ну, короче, есть как бы продавец официальный Беломикс. с базой товара в России, в России, в Москве, и, соответственно, доставка по России идет. Я в них, когда покупала эту чашу на 500 мл. для сухих продуктов, ну, там можно, допустим, корги, какую-нибудь специи измельчить. Куркумы. Я еще пока не покупала чекольные куркумы, что у меня закончилась на днях куркума. Про порошок. Я думаю, купите, смельчите, ну, и как бы. Удобнее сама. А если будет дополнительный кувшин на 900 мл, то, допустим, пока один сохнет на сушенке, в другом можно тоже что-то делать. Я заказала год назад он был еще 4 тысячи, сейчас 3 с чем-то. На лайдерес он 2 с чем-то. А на Алиэкспресс у того продавца он был 1100 что-ли, что-то такое. Ну, я там заказала 22-го должно заставиться. Котября. Сегодня он 22-го. Надо это убрать. Я уже не есилю, у меня скоро рук еще есть. А в холодильник на полковку ставить не было. Начали остыл. Ну, и вот такие вот вещи, которые, как бы, у меня есть денежка и если эта вещь стоит бюджетно, я ее заказываю. Так, конечно, я стараюсь поменьше тратиться. Прошлый месяц у меня пенсии вообще оставалось, только 2000. Что-то у меня сначала 10 так лежало. Я экономила, ничего почти не тратила. У меня там еда какая-то была, я все овощи, овощи ела. Чай остыл, пока трепалась. И я как-то что-то мне потом приспичило одно купить, другое, третье. Смотрю, у меня в итоге 2000 дома. Блин, вот я транжирю. Сейчас в этот месяц я хочу, чтобы у меня хотя бы тысяч пять осталось, чисто так вот, чтобы поднакапливать. чай всякого дорогого много напокупала, потому что давно хотела. Все лето, пока были эти, ну, окна дело экономила. А тут увидела, что он существует все еще. Как-то вот белый чай, желтый чай, еще какой-то чай. Чувствую себя дракончиком. У меня тут есть виноград, желтый этот, кишмыш, кусочек еще этой пастилы. вчера нашла, самопальная, прошлогодний. Морковно-яблочная, очень крепкая вышла. Виноград сладкий. Я тут просто как-то покупала кишмир. Я поняла, что виноград лучше покупать осенью, потому что, во-первых, дешелый, во-вторых, он зрелый. Ну, соответственно, вкусный. Я когда-то купила кишмыш, он был зеленый, а некоторые ягодки были желтые, вот которые желтые были ягодки, они были сладкие. Тут я пришла в магазин, смотрю, кишмыш несколько веточек желтых. Ну, что-то там 130, что он как-то стоил, или 110, хрен знает. У меня 3 банана. И есть еще 2 груши из деревни, где у меня у сестры дом. Ну, у меня тут творог с козьей вчерашней, когда я тут свежий вчера ездила, забирала. Позавчера его поставили, в ночь на вчера его поставили, простой квашу. И вот он вчера был готов. Потом персонально сделала для меня кефир на заквас, закваска, короче, варенец, не багдав, другая закваска, на вайперс покупала, на основе кипяченого козьего молока. Очень мне понравилось. Я что-то, я беру сейчас, в этот раз мне получилось только чуть, ну, полторашка, обычно беру 2-1,5-ки, это считай, 3 литра молока, а тут у меня вышло чуть меньше 2 литров. Как-то вот коза меньше надоела. И я прокипятила почти все молоко и часть вот где-то на литр с лишним у меня в йогуртнице была. И ночью я еще так, пока монтаж добивала, выпила где-то стакала-2. Мне что-то он так нравится, он такой густой. Я сначала хотела сделать на завтра с кефиром, с варенем, какими-нибудь ягодами. Думаю, ягоды я специально доставала не в морозилке, только клюква тут есть и брусника. А хочется что-нибудь такое, ну, допустим, как ее говорить-то, черника хоть даже или же малость. а потом вспомнила, что я чай пью, пила с летом вот так вот с медом. Ну, в смысле, этот творог поливала медом. Это было вкусно. Другой ложкой-то, кстати. Наверное, надо. чистая ложка куда-то вот не везли. Ну, ракет надо подключить. Добавил цвет, завтра. Блин. Вот. У меня эту часть посуды мне вчера не осилила ее добыть все. а сегодня еще не успела. Я подумала, что можно сделать это как десерт. Творог, кефир и мед. А на место еды салатик, потому что вспомнила, что у меня там салатик есть. Так вот, я как бы с одной стороны выделяю определенную сумму на траты вообще, а с другой стороны эти траты они не именно что поход магнитом зачем-то таким. А какие-то просто бытовые вещи удобнее покупать. Ну, или даже орехи, фрукты и там подобное. То, что, допустим, не молоко, не такие вот продукты, которые как бы до Углича не доставятся. Там в Москве могут привезти свежие вам овощи, да, или заморозку. Я не знаю, что какое-нибудь. А то, что вот крупы, там еще что-то, что-то такое, что выгоднее чуть побольше купить в большом количестве, допустим, на Вальберес или Азон, чем тот же объем, но дороже покупать в оффлайновых магазинах. Ну, еще я тут как бы сидела, собиралась делать шоколад. Думаю, есть ли такая штука, которая как бы как баровая баня, только удобнее, потому что на баровой бане все равно на одинуточной бане. Температуру конкретно так не выставить, чтобы она определенная была. Обязательно есть. Называется либо мармит, либо воскоплав. И сначала на зоне я увидела этот мармит. за почти 5000 рублей. И потом я нашла такой же мармит, назывался воскоплав. Как он писалось на зоне, что для воска это шоколад подойдет. А где в других местах что только воскоплав один в один от тысячи. Но такая суть, что ну и на Вайберс где-то ой, не на Вайберс, на Алиэкспресс где-то тысяча двух. Но я считаю, что запчасть какую-то вот там часть для прогружного блендера вот эта чаша измельчителя. Дополнительная чаша для биоломикса можно купить вот какую-то запчасть на Алиэкспресс, но если это техника, то я как-то не рискую. Потому что пришел на почте, проверил, если оно не работает, куда ты его девать будешь, кто тебе поверит, что оно не работает, и ты его не само такое пришло, а вот как-то где-то от чего-то ты сам делал. Итак, я заказала на Вайберс, а на Азон, я так понимаю, практически дни те же продавцы, и где 14 дней гарантия, месяц, 3 месяца, полгода было там, где бэушная за 2-100 с чем-то, я думаю, блин, мало ли какое оно бэушное, ну как бы типа упаковка помятая, и на нем царапины какие-то вмятины, а там девушка писала в отзывах, что ей пришла упаковка помятая, практически в один-в один идентичная, и вмятины такие, что вообще на работоспособность оно не влияет, но выглядит не очень, думаю, может она его вернула по их пользовам уже, потому что я там смотрю в комментах, а он писал, что типа вы можете это вернуть, а может это просто какой-то пришел с телька неликвид, и я думаю, а что я буду покупать только из-за того, что там написано 6 месяцев гарантия, а на новые 14 дней, может быть там описка, что 6 месяцев гарантия, я так приду через 5 месяцев к нему, скажу, знаете, тут как бы гарантийный срок, а может оно уже не действует, я глянула на этом, на вайберс, и один был как бы 3 месяца гарантия, тоже, но ждать, и больше 2-х недели оно, видимо, идет из Китая напрямую, это все равно, что на илиэкспресс заказать, вот в мешке, а другое идет максимум дней 5, точно такое же, 3 месяца срок гарантии, на вайберис, вчера-то я покупала, пыталась выкупить, ну, забирала на вайберис, тот, который до этого заказала 1095, еще продавцу написала, типа, там вообще срока гарантии, как оказалось, не было, мне потом на базе объяснили, что 21 день это дается по заявке на возврат, если я на базе не проверил, а проверил дома, и оно не ликвид, то вот по заявке на возврат. А тут смотрю 3 месяца и отзыв уже у человека как бы живого нормальный, видно, что там пришло что-то путное, я там заказала, ну, я, короче, открываю, достаю, там ни упаковки, ну, ничего, ни пенопластом никак не предложено, пакетик порванный, включаю, но думаю, ладно, хрен с ним, что пакетик порванный. Во-первых, модель не совсем-то, потому что я заказывала, там металлическая ручка была, ведерко, а тут пластиковая, ой, мягкий пластик, блин, 80 градусов уже может как-нибудь опариться, мало ли. И это единственный остроплав, у которого температура регулируется от 0 до 80 градусов, механически. Об этом, значит, вроде как включила, смотрю, чтобы включить, ну, включила, как ну, сиську, пытаюсь включить, смотрю, а кнопка там, которая основная включает, она разломана напополам. Ну, и мы с девушкой на базе оформляли возврат. Отказ. И я вчера, короче, подрать уху ему времени, перезаказала, что-то все себе, на выбор. В смысле, на выбор подрать уху ему времени, заодно сидела, отдохнула, ну, что сначала досада, потом выдрить, выдрить, давай, без сазон. Ну, как бы подустала это с учетом, что опять в золках спала. Ну, и вот это та сама вещь, которую я, как бы, спонтанная покупка. Как бы, точнее, как, я сидя ищу тетю, говорю, прикинь, такую штуку заказала, еще когда ее ждала. Я говорю, сижу, думаю, есть ли такая штука, забиваю в пояс, внезапно есть. Как с макаронной машиной было. Я летом все собиралась макаронной сделать, но все как-то некогда было. Тут, каюсь, мне очень захотелось вареной вермишельки. С колбаской. Какой-нибудь, или сыром, или что-нибудь, такой вот такой, с колбаской. Я зашла в Магнит, купила какую-то вареную вермишель, сварила ее. Я еще думаю, блин, можно же делать, нужно делать что-то геморрно. А тут, ну, сию минуту приспичило, уже дня три так хочется. Это тот случай, когда я знаю, что я могу сама сделать хлеб, но последнее время я его покупаю. И тут, тоже случай, я знаю, что я могу сделать эти макароны, со второй попытки, потому что, каждый раз берешь, вспоминаешь, как это делается. По поводу спонтанной покупки, это так же, когда я сидела, думала, делала как-то снимаешь на лапшу. И до лаваша, отец-то рассказывала, блин, это так тяжело. Думаю, а можно, если макаронная машина забила, поезд внезапно ей скупила. И она у меня года два так стоит, и за все время я ее раз пять, наверное, пользовала. Потому что я ее купила, меня так резко потом, месяца через два попустила этими макаронами, по собственному желанию, и года полтора не ела вообще. Не покупала, не делала, не хотелось. Но только что, если в гости приходила, и там угощали макаронами, скажем так. А сама вообще не хотелось, не делала, не варила. А тут у меня же мечта была такая, самой делать на основе какао-бобов шоколад. и внезапно вот, я еще подумала, может медленная варка для этого использовать. И у меня там была такая, у меня она была, в общем, стеклянной формочки, баночки, перелить мои перетертые какао-бобы, застывшие. Потому что она же застывает, и все, просто так не достать, если только нам в водяную баню не поставить. В итоге, я силиконовую мисочку перелила, но вот он в итоге снова все-таки поберел. Не поберел, конечно, а тут такой более более пудровый, такой розовый, ближе к розовому оттенку. А тут еще как бы темперировать. Происходит темперирование. Сначала нагревается определенная температура, она держится, как бы, включая определенную температуру, она держит эту температуру, растапливаешь, смешиваешь, потом достаешь в холодную воду, чтобы охладить, или просто достаешь, чтобы она на столе обычно холоднее, чем в этом агрегате. А потом снова туда суешь, и уже доводишь до конечника. и благодаря этому темно-белого налета на шоколаде не случается. Я думаю, ну, бывает такая штука или нет? Не забываю. До домашнего использования вот как раз. Я кучу видео пересмотрела, отзывов, надо мне, не надо. Это дело медленной варки, предназначу, все-таки это не то. что она все равно температуру полностью вот определенную не держит, ту, которую надо. Ну, я чувствую, что вот это вот дело перелила. Себе шоколада еще наваяла с порошком тара. Тот, который в шоколаде большую часть туда высыпала. в итоге он стал, я покупала 100 грамм по 264, а он стал 316. Жаба душит, жаба душит. Шоколад то есть уделала, я хотела же сделать как правильно, потому что я тогда еще, когда купила, не знала, чтобы нормально чай попить. На такую чашку, ну, на стакан 300 чайных ложки надо положить, а не пол чайной ложки. И не просто так сожрать пол пакета. 50 грамм. Ну, я, короче, все высыпала в какао, думаю, в шоколад. Надо купить отдельно этот пакетик еще, чисто для шоколада и сделать, надо хоть попить этот, правильно сделать этот напиток, чисто попить, чтобы он там ровно зажил. Ну, тоже заказала, короче, я его забрала. И заодно как раз этот чай. Ну, как бы, бывают покупки такие спонтанные, купил, сожрал, чисто на пробы, побуржуйствовал. Чего-то тут жужжало. Но запись не прервалась, на мою счастью. Ну, я все-таки стараюсь покупать вот что-то такое, что-то нужное. даже можно сказать, что масло маковое, растительное, как бы, Лёля, нафиг тебе, купи какое-нибудь подсолнечное. Но у меня, я чувствую, подсолнечный вкус. Какое бы крутое подсолнечное, очищенное, рафинированное не было, я чувствую, по большей части вкуса. Так как вот берешь пиво и какую-нибудь еду, и какое-нибудь суперкрутое пиво, даже вот это вот, то, чёмное пиво, которое я последний раз пила в 60 лет назад, вместе с подписчицей в мышкинском ресторане Мышеловка, потому что там они варят, наверное, хорошее. И если я его, вместе с ним, съем какую-то еду, сладкую, солёную, мясо, ещё что-то, я начинаю чувствовать вкус списка. Так же, как с хорошим красным вином или каким-то другим вином, когда в гостях сидишь, вот этот сабантуй, да, и маленькая стопочка с парой глотков, и глотнёшь, очень хорошее должно быть красное вино, чтобы не чувствовать вкус спирта. А так вот глотнёшь, что-то съешь, и чувствуешь вкус спирта, и оно у меня стоит, я делаю вид, что я пью, а оно стоит. Так же вот с таким маслом. И я как бы, мне всегда хотелось какие-нибудь разные масла попробовать с салатом. Мне одно время очень нравилось виноградное масло, одно фирмы, которое мне очень нравилось, потом оно стало очень дорогое, я стала искать аналоги, и в итоге я поняла, что я не хочу уже виноградного масла. Мне хотелось масло авокадо попробовать. И точно так же, ну, мне как бы понравилось, вот такое, потом оно закончилось, я поняла, что я не хочу масло авокадо, мне хочется что-то другое попробовать. Льняное масло я часто заправляла салаты им. Масло рисовых отрубей не понравилось совершенно. Масло хлопка, ни то, ни сё. Потом арахисовое масло, рафинированное, так себе совершенно. Арахисовое масло, нерафинированное, покупала, когда пыталась делать арахисовую пасту, ещё не имея нужной техники, чтобы именно делать, как вот в Веломиксе, без всякого масла, просто орехи перетереть. Потом, какое я ещё пробовала, то у меня масло бразильского ореха было. как бы интересное такое, но чисто попробовать. Не то, что там Вау, хочется снова купить. Может, когда-нибудь потом куплю. Масло конопляных зёрнышек, мне не понравилось, но чисто в салатах. Съесть, купил, съел, больше не куплю, потому что, может, когда-нибудь потом очень сильно приспичат, потому что оно похоже на масло, ну, в смысле, по вкусу на семена конопли, и похоже по вкусу на нерафинированное подсолнечное масло. Некое такое странное сочетание. Гречишное масло, десятое уже получается масло, очень не понравилось. В смысле, не гречишное, а горчичное масло. Очень не понравилось. Я его в итоге пустила на красоту на старинке масла. Сейчас у меня масло маковых зёрнышек. Я хочу попробовать ещё масло грецкого ореха. Да, вот куджутное масло. Вот это периодически буду покупать, потому что, ну, сейчас не хочется, но мне оно нравится. Оливковое масло. Я года два как-то сидела на оливковом масле, очень нравилось. Но сейчас тоже как бы не хочется, это уже тринадцатая получается масла, которую я пробовала. Хочу попробовать масло грецкого ореха, кедровое масло. Масло расторожное постоянно попадается. Я её собираю, просто в чай заварю. Ну, масло попробуй там. Потом, значит, грецкого ореха, расторожное, кедрового ореха. Какое ещё хотел-то? Соевое масло всё хочется попробовать. Но, когда я вызвала случайно маковое масло, и у меня на тот момент уже было масло бразильского ореха, думаю, ну, куплю потом маковое масло, потому что больше нигде не вела. Только на Вайдберсен, тогда оно было бюджетно. 250 рублей за 250 миллилитров, потом стало 500 с чем-то. Я просто стараюсь как бы не покупать то, без чего я могу прожить. Или то, что вот можно купить потом. А сейчас вот, ну, нет денег пока. Лишних на него. У меня ещё есть, я при этом могу без этого прожить. Ну, или какие-то вещи, которые будут необходимы. Я тут делала себе. Мусс, и чёрная смородина. Изначально тесто получилось слегка жутковатым, а я из чёрной смородины вообще сама никогда не делала. Только вот из яблок, мне кажется, может из клюквы когда-то. Из яблок он более густой, плюс я тогда ещё делала, у меня, я хотела сначала делать на желатине мармелад, но у меня желатин фиговый был, но всё равно немножко подзастыло, более густое было. С манкой, соответственно. Но получилось. А тут у меня брызги прямо на занавеску. На занавеску в итоге надо стирать. Вот. Ближащие дни. И ещё куда-то брызги, и на очки, и куда только можно. И я думаю, есть ли защитный экран чистый? Вот доказала защитный экран. Он, кстати, пришёл, я не знаю, но я, наверное, сегодня уже не поеду. Я вчера постирала велоперчатки. Давтра поеду кое-что сделать в саду и на обратном пути заодно заберу эти заказы. Вот он, пакеты для выпечки, в которых я вот мясо запекаю. У меня были, как-то лежали, я купила, они жрать не просили, и тут внезапно я прониклась запечённым мясом именно в пакете, в духовке. Закончились. Магниты, они дорогие. Думаю, есть ли на Вайдберс или Азон? И внезапно они есть, и вот когда попадаешь на какие-то распродажи, там ещё при этом идёт какая-то распродажа, и можно найти, я как бы купила 10 штук, а то, правда, нашла, что можно купить, допустим, ну, покупала за 110 рублей 10 штук, потом нашла, за 142 рубля можно купить 30 штук, уже после того, как купила, у меня засунула закладки, у меня пока не есть пакет, а думаю, понадобится, и что-то, у меня висит в закладках, и оно вот как бы то, что, вот, приспичит, есть финансы, и я покупаю. Но я всё-таки стараюсь не транжирить, ну, допустим, 5000 откладываю, вот у меня 1000, сколько, 1004 где-то выходит за коммуналку, ну, в коммуналку ещё считают оплата мобильной связи и мобильного интернета, у нас там 107 рублей за месяц за уборку клининговой компании этого, подъезда ещё идёт, вот эта вот сумма, плюс-минус, сейчас у меня 17 тысяч где-то середина лета, спасибо нашему Путину, в смысле президенту, и вот 4000 за хату, 13 остаётся, да, тысяч 5 вот на эти все интернет-покупки ещё что-то, 8 остаётся, сколько-то там, ну, 2000 там вот на хлеб, молоко, мясо, ещё что-то, я стабильно откладываю 2000, у меня стабильно получается тратить больше, и когда у меня получается там 5000 отложить, чтобы оно отложилось совсем, когда не получается, когда у меня вроде получилось, а тут мне что-то приспичило, я так думаю, блин, я не тратила специально, у меня эти 10 тысяч лежат, я думала, не, хватит, ну, как бы, будут лежать ещё до следующей пенсии, так отложатся, нормально, я буду откладывать, там, куда-нибудь, может, съезжу, и в итоге мне что-то приспичило, я не помню, что вообще мне приспичило, куда я тебе 8 тысяч делала, что у меня только 2 осталось, там какую-то шмотку купить, пижаму ту же домашней костюм, ещё что-то такое, я стараюсь всё это покупать в магазинах, потому что, во-первых, я не люблю рынки, скопление народа, это с детства ещё детская травма, ходишь, долго выбираешь, меряешь, 25 размер ноги, обувь вся какая-то не та, шмотку какую-то там задолбаешься, а тут заказал на выбор, плюс хорошо, что сейчас на вайбере существует как бы постоплата, что подошло, зато и заплатил, в этом удобно, чем на Азон, потому что на Азон предоплата, если не подошло, то оно потом уже возвращается, но я на Азон один раз покупала какую-то шмотку такую, ну пару раз покупала, топик даже не меряло, он нормально шёл, а чисто такая маечка, а покупала валенки за 2 тысячи как раз с медовой премии, с половиной медовой премии, и я там мерила, и хорошо, что они подошли, потому что, я не знаю, это возвращаешь, и это очень тягомотно, там сколько-то дней надо ждать, пока тебе этот возврат придёт, это не на вайбере, если через полчаса деньги на счёт пришли, если вдруг отмена какая-то была, предоплата. я ещё молочко налить, а я же хотела, мне или два орешка сожрать, или две чайных ложки этого, на основу чистую ложку, ложка-то у меня какая-то не чистая ложка, я что-то и ела, у меня на сушилке есть чайная ложка, на два молока доставлю, ну а на молоко мне стабильно выходит 400 рублей, если, конечно, ну как бы, килограмм творога, 200 рублей, и две полторашки, если при этом не бывает, допустим, ещё какой-нибудь сметаны, довесок, или масло сливочного, кузева. А так стабильно, ну история, ну бывает так, что я тут две недели сидела, без возможности съела, он загустел наконец-то. Можно ли считать вот эту ложку с горкой, как две чайных ложки? Я потом часть отсоединю, и смешаю с мёдом. Сидела без молока, короче говоря, а покупное тут как-то купила, 55 рублей литр. Покупала как-то такое уже, но было нормально. А тут купила там оно и восстановленное молоко, ну то бишь сухого молока, причём, видимо, и самого хренового сухого молока, потому что ощущение было, будто это водичка подкрашенная по вкусу. В итоге купила какой-то супер бюджетный за 30 рублей 800 миллилитров в магните. И оно реально было молоко. А я зелёный чай с молоком люблю, короб с молоком люблю. Короче, я стараюсь покупать какие-то такие продукты, которые вот, из которых можно самой что-то сделать. Допустим, арахис, арахисовая паста. Из орехов там ореховая паста. Ну, правда, я... А, вспомнила, с прошлого раза я купила полтора килограмма манго. Правда, один килограмм напополам, короче, килограмм манго я купила с прошлого раза. И последние полкило мне как-то очень много наелись, я поняла, что я не хочу уже манго. И оно у меня лежит в закладках. 324 рубля за 500 грамм. Вчера так было. Но я его смотрю, я не хочу баста. Какой-то чай, который я стараюсь закупать, чтобы он у меня просто был на постоянке. Даже если я его редко плюнула, то у меня закончился, иногда приспичило, а его нет. Ройбуш, например. Деревня я вот оставила в этом году. Приличный такой ассортимент чая, в том числе и Ройбуша. Сырок сильной обжарки тоже, чтобы был в наличии. Но у меня в свое время купила прилично. Он у меня лежит, у меня сейчас запивается тот, который через пару месяцев срок годности пройдет, он такой послеслил, как мать-тя. А чем дольше хранишь, тем больше бледнеет. И так же и короб, такая же фигня. Правда, я тут купила мясо в очень буржуйском магазине. Ну, наверное, его можно было купить, допустим, за 350 рублей за килограмм, а мне вышло 550 рублей за килограмм. Там 570 рублей мне вышло. Рулька. Я в упор забыла, что рулька, это, как говорится, ножка. типа косточка и мясико. У меня там мясико было, ну, приличненько, но косточка была в половину этого всего. Я вчера родственникам собаки вступила на косточку. Говорит, о, какая кость. Я говорю, я тут купила мясо, а я говорю, да, и там половина кости. Но, с другой стороны, когда некоторые родственники узнали, что я потратилась в этом буржуйском магазине за целую рульку такую, какое-то другое отношение к тебе как к человеку. Будто ты до этого не человек был. Ну, знаете, такое интересное отношение у людей. Вот этот магазин только появился фикс-прайс. Фикс-прайс такой крутой, бла-бла-бла, там надо покупать. Я там что-то купила. Они там дофига покупают тех, кто фикс-прайс такой, говорю, что-то фикс-прайс такой плохой. Так заходишь как-то, фикс-прайс. И человек, который мне по ушам я говорил, что фикс-прайс такой плохой, там шевается. О, здравствуйте, у тебя такая-то, такая-то. А он же вроде такой плохой. Что же тут делать? Случайно зашла. А у самой корзина этого всего барахла. Начала-то я, хотела весь ролик бубнить на тему того, как я себя совершенствую. И всю тему этому посвятить. А в итоге, я у меня ещё помнила, что был вопрос, про это. Возможно, я как-то сумбурно ответила и не сказала, какую-то точную сумму я на это трачу. Потому что я сейчас управляюсь телефоном. Если я выйду из управления, то у меня всё слетит к чёртовой матери. И надо на камеру это всё без телефона. Можете как-нибудь в стриме задать такой вопрос? Может, я более внятно объяснюсь. Перед этим гляну, сколько я трачу денег на вадьбе с озоном. На потолуху. У меня есть какой-то вроде у меня ролик, может, год или два назад записанный, попробую трудящийся на тему, что лучше покупать на озоне Вайберис. Или что я там покупаю. Вот там как раз вот на эту тему. Общая тема. Просто, как бы, зайдёшь в магнит, ну, допустим, в магнит, за мясом, хлебом и сметаной. И купишь ещё кучу всякой хрени. Там думаешь, блин, нахрена я это всё купила? Ещё какой-нибудь фрукт, который несъедобный, и в лучшем случае, может, туда уйти. С авокадо меня так часто везёт. Покупишь авокадо, вроде всё нормально. Я его уже боюсь покупать, потому что он вообще-то не бюджетный. Купишь авокадо. Вроде хороший. Всё нормально. Пойдёшь за другим авокадо, чтобы сделать тоже салатик, а он там пророс весь изнутри. Как-то купил авокадо, он плесневелый. Так-то можно вернуть, сказать, типа, вот хрен ли у вас тут авокадо плесневелый изнутри. Ну и чек это обычно, ну, 50 на 50. Могут чек тупо на касте не дать. Я начал вам чек. Он мне нужен. Кассиршина. Жопу что ли ты им подстираешь? Или что ты его там скопидовливаешь, а потом печку растапливаешь чеками? На Вайберис или Азон вот ты смотришь то, что тебе надо, соответственно, покупаешь только то, что тебе надо, и всякую лишнюю хрень уж и не купишь. Фрукты, конечно, свежие не купишь, на этом Азон или Вайберис. Но вот какие-то другие вещи, вот если надо что-то, то это купишь. Плюс еще, это, конечно, я смотрю, это, как мне подружка сказала, это надо время. Мы тут с ней заходили, я себе что-то забирала. А она, значит, себе шмотки. Я померила ее свитер, вот такой красивый, мне вроде как понравился. Единственное, мне состав не нравится, там, из натурального, только название свитера. Ну, не шерсти, там, акрил, полистер, хрен знает что. И это, вот это вот стоит 1400. Я думаю, блин, да меня жаба душит. Да я рублей за 600 найду какой-нибудь свитер из шерсти. На том же Вайберис. Я говорю, да ну, говорю. Я говорю, прикинь, купила за 1600 фотобокс, все никак не смонтировала. У меня есть список того, что мне надо смонтировать. В первую очередь. И то, что лежит еще года, два или три ждет. У меня есть пряники. Пряники из коробочки, которые мне прислала к Новому году, в 2019 году подписчица Лелечка. 20, 21, 22 пряники. До сих пор не смонтированы. Не, я начинала, но они так это, так и лежат. Там где-то на час всего, как Леля готовит, пряники из коробочки. Короче, я смотрю на этот свитер. Я говорю, прикинь, кто-то бокс купила за 1600. Ненормально. А свитер жаба душит за 1400. И она говорит, да, это надо время, чтобы смотреть, следить за этими скидками. Я говорю, нет, просто я иногда лежу, уснуть не могу. И если мне при этом что-то хочется, или так вот просто зайду, давай разгляну, что там в избранном стало дешевле. И если у меня на какую-то шмотку, я просто уже месяца 4 назад я нашла такую функцию. Выставляешь определенную сумму, которую ты готов потратить на шмотку, на вещь. Ну, в графе вот этих, там, что надо, какой цвет, там, или еще чего-нибудь, какой размер, ты, да, определенную сумму выставляешь, и от максимума, выставляешь, от максимума до минимума смотришь, и там выбираешь, соответственно, и вот так вот. Так я обычно смотрю, допустим, бразильские орехи. Или если мне приспичило этот, манго. Я вообще хотела тут пудру манго купить, потому что она, по сути, ведь как сахар, но 300 с чем-то рублей за 100 грамм, когда можно за 300 с чем-то рублей и купить полкило сушеного манго, может мне купить полкило сушеного манго, измельчить его, и у меня просто тоже сахар, манговая пудра, кстати, вот сейчас идея пришла. Ну, я, короче, вот так вот убираю. Обычно, если я еще не хочу спать, у меня бессонница вообще еще такая, и вставать сил нет, лениво, и лежишь, лежать хорошо, но не спишь, то я вот выбираю и заказываю. Или потом смотрю такую же вещь на Азон, вот где дешевле. Иногда вот мне какую-то штуку позарез надо, разница в 2 рубля, мне показалось, будто дождь пошел, разница в 2 рубля, на Вайтберрис дороже на 2 рубля, чем на Азон, но на Вайтберрис через 2 дня придет, а на Азон 2 недели, значит. И я, естественно, заказываю на Вайтберрис. Вот, наверное, все. Всем спасибо, кто осилил этот ролик, если вы похавали на камеру вместе со мной, я буду очень рада, потому что для этого это и делалось. Я надеюсь, ответила на ваши вопросы, пусть и сумбурно. Еще раз прошу прощения у Ани и тому подобных, кто сегодня офигевал на мой бугурт, на то, что вы там оставили под этот ролик. Я честно буду стараться не читать в уставшем состоянии почту, чтобы не бугуртить в телегу. Я даже перестала смотреть всяких эльдаров приятных, чтобы не бугуртить на то, как он бугуртит на других людей. Это благодаря одному зрителю, который одно время читал мою телегу, а потом забугуртил на меня на то, что я бугуртил на что-то другое и свалил с истерикой. Я перестала читать то, что вызывает во мне бугурты негодуя, чтобы потом не негодовать, чтобы потом не писать ни аудио, не оставлять аудиосообщение в телегу своим негодуя, потому что это пустое отратавление, но в принципе это бытовуха, она вот прошла, это как на ЖЖ блоге, в блогах, посты в ЖЖ, когда ты о чем-то пишешь, не о чем-то, которое, что вот еще и через годы почитаешь, оно интересное, а какой-то такой текучки. Написал блог, а потом просишь Мишечку, он меня в свое время просил, я его просила, Миша, ответь удаленным каменным, отметь удаленным каменным, что ты считаешь, что лучше ударить, и я ему так же делала, вот такое. Это вот такого типа, когда лежишь или сидишь, кушаешь, сидишь, читаешь, какую-нибудь дичь, офигеваешь с этой дичи, поболишь с этой дичи. Я даже перестала обращать внимание, по большей части, если уж не совсем вырвеглазный перевод надмозгов с тайпом, который делалось пяткой или вообще печатью задницей в манге, когда там вот почти, или когда я читаю, я понимаю, что там настолько вырвеглазный перевод, лучше я почитаю на андрейте, или попытаюсь половину понять на японском, или еще что-то, или в другом месте найти, или забить вообще на эту мангу, если она такая криво переведенная. Я стараюсь вот это не читать, чтобы оно не вызывало во мне негативную реакцию, чтобы я эту негативную реакцию не выплескивала в телегу, и этим негативом, ну, допустим, кто-то будет говорить, Лёля, зачем ты обращаешь внимание на эту ничь? А я потом буду бугуртить от того, что мне сказали, зачем я обращаю внимание на эту ничь. В общем, я стараюсь вот так потом минимализировать. Или, допустим, я знаю, что если человек мне что-то говорит, и у человека заело эту тему, и если я попытаюсь объяснить, что ты не прав, и привести кучу как бы вариантов почему ты не прав, или как лучше это сделать, я понимаю, что это пустая трата времени, что человека уже не изменить, он всё равно таким будет, и возможно даже обидится, и поругаемся, и придётся мириться, это геморрорно, и время затратное. И с другой стороны, как бы если я промолчу, то может человек сам быстрее поймёт, и если вряд ли, конечно, изменится, изменить себя, ну уж какой родился, не все же пытаются измениться, вот самоизмениться, как я начинаю с себя, да, некоторые говорят, я начала с себя, на самом деле никуда дальше этих слов не деваются, а некоторые действительно что-то над собой корректируют своё какое-то поведение, поэтому я стараюсь сейчас как-то минимализировать свои движения тогда, когда они не нужны. Всем спасибо, кто осилил поток сознания, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok